Это для тех, кто говорит, что Оливер больше не умеет скринить. Я такой думаю, блядь, чё за это? Это же ползает дерьмо. Ребята, за что типа вы мне дали эту фигню? Всем привет, дорогие друзья, с вами СКГ. Добро пожаловать на очередное интервью. Сегодня у меня в гостях Сиг Сайт. Вы можете знать его по каверам на Скарлорда. Просто вообще крутые кавера. Они прям, чё-то я вот помню, когда ты только начинал. У тебя было там 500, знаешь, просмотров 900. А потом у тебя как раз, и по-моему, у тебя как это стрельнуло? У тебя канал в тренде опубликовал, да? Ну, всем здорово. Ну, наверное, начну разговаривать. Сначала, да, было 400-500 подписчиков вообще на канале. Потом, типа, как появилось всё. Сначала я сделал кавер на Скарлорда на русском языке. Сделал я его ещё летом. На канале в тренде он появился вот только там в ноябре. В октябре, в ноябре. Вот, случилось это как. Короче, я перевёл на русский его. Потом начал гублять, что-нибудь такое делает вообще. И, собственно, в тренде. Написал ему. Это летом ещё было. Потом, ну, чё-то как-то, ну, я ему скинул все исходники. Потом он чё-то как-то исчез. Потом я ему опять в ноябре написал. Он такой, типа, а, блин, чё-то, сори. Сейчас сделает ещё там чувакам скинул кавер на Старлорда. На Харта так. Вот. Там, ну, типа, сделал видос с двумя каверами. С моим и того чувака. По-моему, его зовут Умпси. Чё-то такое. Вот. И выложил на канал. Сейчас там, по-моему, около половины мульта просмотруют. Да, я вот видел это. Чё, капец. Нормально. То есть с того ролика прям к тебе народ и идёт? Ну, сейчас уже потихонечку волна-то прошла. Но мы сейчас ещё кое-что собираемся делать. Кое-чё. Но пока не палишь. Чё, да? Да-да. Секрет. Это ещё будет. Вот, короче, я чё хотел узнать. Как так получилось и произошло, что ты едешь в тур с адептами? Я когда увидел эту новость, я такой, чё? Каким образом? Как это вообще произошло? Ну, смотри. А вот, слушай, как ты думаешь, вот, если бы вы делали ту же самую музыку, но тексты бы у вас были на русском, получилось бы так же пробиться? Короче, когда мы выступали с Стигматой, ко мне подошёл гитарист. Раз. И такой, типа, блин, ну, короче, я вас послушал, клёво вообще всё делаете. Блин, но только вы не на русском. Я такой думаю, хм, блин, чё? Чё, типа? И я не помню, когда я начал делать каверы на русском. После этого или до этого просто... Если после этого, понятно, почему я решил это делать. Ну, я предлагал, может, сделаем второй альбом на русском, но ещё, типа... А, нет, тогда я уже делал каверы, сказал, типа, ещё можно будет первый альбом тоже перевести на русский, но чё-то, я тебе не знаю. Не, мы хотим просто по Европе, короче, колесить. Такие у нас. Ну, потому что, когда делаешь на английском, всё-таки есть шанс, что ты можешь хайпануть. Прям на западе. Да, но это очень редкий случай. Но это надо очень постараться. Исключением является это Денис Шухоростов и Сашка Шоколад. А этот, у нас ещё есть группа-то, Валд Вейс. Они же тоже вроде из России. Да, точно, точно. То есть, и всё, это получается вот только трое? Да. Или кто у нас ещё есть? У нас тут ещё есть эти, Литл Биг. Ну, они, конечно, не рок-группа, но... Если брать именно жанр, да. Да. Ну, то есть, это, конечно, вот... А как вообще вот ты начинал музыкой заниматься? Ты прям начинал сразу группу создал? Или потихоньку там инструменты, вокал? Не-не-не. Ну, как бы группу собрал по факту барабанщик. Типа, он такой, типа... Я барабанщик, я основной, типа, такое. Ну, у каждого музыканта у нас в группе своя музыкальная история. Конечно же, каждый был там в разных коллективах, включая меня, типа, я сам из Калуги. Группа у нас, получается, Москва-Калуга, Одинцова. Вот так вот, с куском. Собственно. Если брать меня, то музыкой я начал заниматься ещё в школе. В третьем классе пришла преподавательница по вокалу из концертного зала Калужского. Там, типа, очень престижное место, где там концерты проводят всякие. Именитые личности. Туда, короче, набирали мальчиков в хор юношей. Меня с моим лучшим, одним из лучших друзей, Фёдором, такие, кто-нибудь хочет? Мы такие, пропустим этот участок, типа, и так поняли, что у нас есть слух. И нам предложили, типа, если хотите, вы можете там подъезжать в такое-то время. Оставил визитки. Ну, и мы туда ходили в течение года. Потом было два концерта с шкором. И потом у меня случилась травма в башке. Это как так? Ну, был 2007 год, сентябрь, 4 число. Я, короче, упал. Ну, у меня просто пошло... Ну, я, короче, гиперактивный реально был. Отскользнулся, типа? Нет, мне поставили шлагбаум. Короче, я такая, ты бежишь, бежишь. Я понял. Об кафельный пол. Ну, да, было не очень приятно, на самом деле. Особенно валяться в больнице. Ну, да ладно, бывает. Ну, главное, что я остался жив, и я могу подумать. Память очень плохая. И вообще память хреновая теперь. А вот смотри. Ты когда вот начал выпускать кавера на Скарлорда. Почему именно Скарлорд? Чем он тебе вот так понравился? Короче, еще одна фигенная история. У нас... Ну, у меня круг сложился из... Ну, друзья из Калуги, они... Ну, все шарят за музло. У нас была какая-то мечта. Ну, это тоже связано будет потом, когда я попозже скажу, как у меня тут с Калугой с группами было и так далее. Ну, типа, у меня как-то раз возникла мысль, короче, делать рэп с криками. Потому что я тогда уже умел скримить. Это было, наверное, в 2013-14 годах. Я, короче, об этом задумался, но я не знал, как еще сделать. Потом появляется, короче, Скарлорда. И я такой, типа, блин, ну, чё, как ты... А чё, так можно было, что ли, да? Чё, так, типа, да, можно реально, я такой... Ну, блин, чувак сделал все грамотно, ну, он красавчик, без проблем. Ну, я пытался сделать, ну, я до этого, короче, не знаю, это в курсе нет, но я был раньше в творческом объединении, называлось оно Savage Calls. Да, я помню. Это я тебя, смотри, я расскажу, как я тебя нашел. Твой кавер на Faded запостили в паблике про Скарлорда. Я клянул? Вот, и мне чё-то вообще капец зашло. Я такой, типа, блин, как круто. Вот. Так, ну, чё, собственно. И, ну, мы делали примерно похожее мысло. Ну, конечно, мы, типа, не, блядь, капипастили, как у нас обычно в России принято, а делали, что-то, типа... Вот. Но потом мы, короче, по... Я уже не помню, почему мы разошлись. Ну, я тогда еще канал за мной остался, паблик за мной остался. И я такой, типа, выложил видео на канал, но сейчас, типа, ну, я его закрыл. Говорю то, что я не знаю, что будет дальше с каналом, типа, ребят... Да, я видел этот ролик, типа... Ну, вот. Ну, а сейчас, типа, уже вроде что-то можно делать. Ну, я бы хотел втург сгонять с каверами, короче, еще. Мне кажется, было бы прикольно. Так, сейчас я телефон протру, а то у меня весь мокрый. Так, ничего не вылетело. Камера смоет. Ну, только помутнело все немножко. Ну, да ладно, вроде как. Все равно видно. Все вроде как. Еще вот хотел, короче, узнать, как вообще вот происходит у вас в группе написание песен? Вы как-то все вместе садитесь? Или кто-то по отдельности идеи вкидывает? Обычно у нас первый альбом полностью писал гитарист. Типа, придумал все композиции. То есть, по факту, он был композитором. Но он по определенным причинам наши пути с ним разошлись. Вот. Единственное, кто кроме него что-то там писал какие-то дэнки, это, короче, был я. Вот. И по факту композитором второго альбома являюсь я. Ну, естественно, там барабанщик какие-то фишечки придумывает, басист какие-то фишечки придумывает. Вот такое. По вокалу у нас пишет текстов все барабанщик. Ну, на английском языке, потому что он у нас жил в Канаде. Молодец. Ого, не всегда. В первую Россию, да? Нормально. Короче. Ну, основную композицию, синтезаторы, все. Ну, там скелет делаю я, там остальное, там как-то приукрашиваюсь. Ну, основная идея за мной остается. То есть, один человек желательно, чтобы делал, в принципе, музло так комфортнее всего делать. А вот мне просто интересно, как был вообще вот написан трек, но талон, который я тебе скидывал? Это, я вот не знаю, это придумали барабанщика-гитаристы. Потому что сначала группа состояла из них, потом по каверам по моему старому каналу у нас, ну, сначала нашли меня, короче. Причем был, не знаю, есть, да, есть паблик про Гайси в Гайси, там, короче, каверы были вот эти вот, там, можно было выкладывать каверы. На конкурс, там, гитаристы, там, вокалисты, барабанщики, там пофиг было. И там было обсуждение в группе ВК, типа, поиск музыкантов, и я там свою заявку оставил, кинул демку. Типа, на меня вышли, потом я, второго вокалиста, с которым мы делали каверы, сейчас он в группе с нами, Саша Архипкин. Потому что он поет круче, чем я точно, потому что у него диапазон. Прям больше, да? Ну, конечно, да, выше. Вот. И все, и мы поехали, все, начали делать. Ну, а трек на Телон написал композицию именно этот самый гитарист Юрий Анисимов, наш. Ну, а вокальную партию там уже мы с Сашей придумывали, потому что, ну, были в Калуге, они были там. И, ну, было интересно, короче, поэкспериментировать, и получилось. А вот просто интересно узнать, как именно текста на английском составляются? Их проще составлять, как в отличие от русского языка? О, не знаю, это вот, я думаю, еще. Да? Я пока текст на английском не писал. То есть я просто даю текст на английском, и ты его уже повешу. Ты учился на английском, получается? Да, я speak English very well. Ага. Ну, a little bit. Просто вот мне кажется иногда, что вот может, допустим, человек, который вот английский язык, он, допустим, знает на уровне, там, я не знаю, 4-5 класса. Может ли он взять и начать какие-то, там, песни, где повторяется, там, 3-4 слова начать петь? Да, мне кажется, это без проблем, типа, вообще. Главное, чтобы звучало и качало. Круто, чтобы было. Да, да, согласен. Самое главное, это, на самом деле, мелодия. Подача. Это как, это как скрипт, знаешь, типа, ты такой слушаешь, что он там несет, да, блин, а потом еще и текст открываешь, еханеваешь, ну, типа, просто поток музлачет. Главное, чтобы вот оно атмосферное было, потому что я тогда послушал, мне прям, прям вот понравилось очень. А, еще хотел вот у тебя узнать, как ты проводишь свободное время, чем вот занимаешься вообще? Допустим, когда вот ты записали в альбом, что вот сейчас будешь, планируешь, делаешь? Ты говоришь, приехал обратно домой? Получается, к бабушке, к дедушке. Да. Ну, что, свободное время, когда, ну, просто вот во время записи, я считаю, его не было толком. А когда я еще начал каверы пилить, типа, я старался, ну, сейчас, не знаю, там еще, наверное, выйдет один ролик до Нового года, если я успею, просто я опять повернусь за Нового года на два дня в компу. Короче, о чем могу сказать? Свободное время у меня как бы не было, но я там играл либо в PlayStation у барабанщика, либо сделал каверы, потому что, ну, я типа с этого кайфую, с этих переводов, и, не знаю, мне нравится. Ты сейчас нигде не учишься, получается? Смотри, мне 21 год, я отучился 9 классов, потом пошел в колледж, и закончил на товароведы эксперта 3 года, отучился, и в армию я не годен из-за той же травмы головы. И, то есть, получается, после колледжа ты пошел и начал заниматься музыкой? Не, музыкой я занимался, в принципе, во время колледжа еще, но, нет, после колледжа я пошел работать и заниматься музыкой. Параллельно, что вы, да? Да, ну, я тогда тоже делал каверы, ну, тогда хотя бы у меня были какие-то деньги, там, сколько у меня было, плата, там, тысяча за смену. Обычный продавец-консультант, я работал, там, подавал чаи на развес. Бизнес-консультант, кофе, что-то такое там. Но ты явно не хотел стать продавцом чая. Не, ну, я... Все-таки охота пробиться именно в плане музыки, да? Ну, я вообще хочу полностью уже связать музыку с жизнью, вот так вот именно. Ну, слушай, учитывая то, что если у вас сейчас вот будет этот первый тур, мне кажется, это реально вот прям знаковое событие. Потому что, ну, реально, вот как бы, если посмотреть даже вот на статистику, у вас же, получается, группа-то еще ведь вообще неизвестная ведь, по сути. Ну, нас, в принципе, никто не слышал, и первый альбом тоже, короче, в этом проблема, типа, мы в рекламе не шарим. Это, знаешь, должен быть человек, отвечающий за рекламу. Который, да, будет вот этим заниматься, скруткой, да? Группа, по факту, это не только же музыканты, это, типа, команда большая. Когда мы будем, может, там, свои шоу, именно свои туры, там у нас будет и техника, и все такое. Ну, как бы, у нас сейчас есть, но надо это все, ну, там, типа, развивать, конечно. А вот смотри, допустим, я вот у тебя просто видел фотографии, где вы выступаете, у вас, прям, знаешь, такие залы большие. Получается, вот с этих выступлений вообще прям невозможно аудиторию набрать? Или все-таки идут какие-то реальные люди? Аудитория набирается, допустим, если тебя слышат в первый раз, типа, ну, у нас есть привычка между песнями, типа, так, кто нас слышит в первый раз вообще вживую, типа, ууу, кто в первый раз, в принципе, ууу. Короче, ну, типа, не знаю, повтори вопрос, у меня память короткая. Ну, смотри, допустим, вы выступили в каком-то зале, у вас был разогрев. И сколько, допустим, после этого концерта, допустим, прибавляется народу в паблике? Или, допустим, треки стали чаще постить? Вот какая вообще отдача идет? Ну, человек 50, наверное. Я думаю, типа, там, крупные какие-нибудь издательства, они там не посещают такие мероприятия, в принципе. Ну, зато мы выступали на телеке, не знаю, ты в курсе. На телеке? На каком канале? Вечерняя Москва называется. Вечерняя Москва, нет. У нас такого нету. И как вас туда занесло? Барабанщик, он, типа, у нас коммуникабельный самый. А, то есть он у вас прям везде со всеми? Да, да. Неплохо. Ну, мой гид. Вот. Не, мы там выступили. У нас, правда, немножечко вокалист, а приболел. Чуть-чуть. Мне приходилось больше экстримом там врываться. Ну, прошло все прикольно. У меня даже... Ну, мы смотрели, перед тем, как туда пойти, смотрели, конечно же, как там оценивают другие группы. И там, ну, была группа, Аспин называется, очень клевые ребята. Добрый человек в группе, гитарист, барабанщик и вокалистка. Ну, и вокалистка, по-моему, у нее есть какое-то образование вокальное. Ну, а я вообще, типа, считай, без вокального образования только в хор ходил. Да, остальное все самоучка. Ну, по экстриму тем более. И фишка в том, то, что, ну, там сидит Мария Кац. Она, типа, была, по-моему, первое Евровидение было от России, что я точно не скажу. Ну, типа, там участвовала от России в Евровидении. Она мне сказала, короче, блин, я прям снимаю шляпу, типа, клево вообще, типа, орешь. Там, если ты найдешь это видео, Вечерняя Москва. Хорошо, надо поискать будет. Ну, или, может, скинешь мне его? Ну, я тебе скину. Короче, если вести Вечерняя Москва, Брайби Лайт, поиски, там, когда мы играем первый трек и садимся, все, там можно увидеть мой взгляд, я такой, типа, уау, типа, она мне комплимент высказала. А остальным группам, она что-то там, ну, той же вокалистки Аспина, она что-то какая-то, типа, ну, здесь вот ты как-то там это немножечко сделал, а что-то там неправильно. А вам прямо она респект отдала. Я прям в шоке был, если честно, реально. То есть, получается, ты учился петь, вот, сам говоришь, вот, экстрим вокал, вот эти вот все, диапазоны ты развел. Да, и сколько примерно, вот, допустим, прошло времени, чтобы ты, вот, допустим, научился кричать, брать вот эти высокие ноты? Сколько по времени? Ну, скажем так, особо высоко-то я не пою, потому что я бритон, а край моего диапазона это, там, соль диэс где-то. Ну, если брать, там, допустим, криком на связках, там, ну, немножечко, соответственно, увеличивается диапазон, потому что, как-то, не знаю, ну, типа, как на драйве, знаешь, такое. Если вообще брать другой мой метод, типа, там, делай, типа, вот так вот, там, еще можно выше залезть, там, на октаву буквально лучше можно. Ну, потому что проще, проще, да? Да, проще, и тянется все намного дольше, типа, я могу, не знаю, ты видел, там, когда я делал видос по обучению Скарлорда, то я, там, в начале, девина, там, сделал, да. Ну, я, короче, обычно просто в паралке пою, оно у меня, получается, вот, такое. То есть, получается, благодаря правильному вот этому, так сказать, как, ну, расщеплению, то можно спокойно вытягивать любые вот эти ноты. Да, да, безусловно. И, то есть, а вот вообще, как думаешь, вот, допустим, вот, даже взять того же Скарлорда? Долго вот он так вот сможет кричать на связках? Он же на связках, получается, кричит. Да, он смотрит. Он ведь рано или поздно ведь сорвет просто себе голос, мне кажется. Все возможно, если он... Это ведь до добра не доведет. Слушай, я, честно скажу, я, короче, ну, канал, типа, я в тур поеду, ребят, анонсировал свой тур, я такой думаю, ладно, окей. Начал смотреть его лайвы, потому что я очень обожаю смотреть лайвы и делать аналитику всякую. Ну, по факту Скарлорда, как бы, он в лайве-то особо все партии не тащит. Он, типа, просто орет и... Да, он там просто подскрикивает что-то, да? И там за ним толпа уже вроде как эта. Да, да. Ну, или там у диджей. Ну, по факту... По факту, ну, как бы он орет, да, и вроде пока все нормально, потому что он особо-то и не делает особо напряг на связку. Может, он или поздно, он, типа, такой, блин, надо бы, может, качественные концерты вот давать, а не просто бегать, прыгать и две фразы за песню. Ну, потому что, потому что, мне кажется, смотри, если он сейчас возьмет, допустим, научится нормально кричать, то он уже не будет звучать так, как он звучит вот сейчас, вот эти треки, его крики. Я тебе скажу так, наш первый альбом с группой, короче, там я записывал полностью все на связках. Да? Потому что, точнее, по факту, ну, просто по факту. А в лайвах я уже, ну, другой техникой, типа, ну, и звучит, в принципе, все очень довольно-таки слушабельно. Типа, я могу скинуть там тот же видос с телека, там, типа, вообще все нормально. То есть все-таки можно, если умеешь нормально технично петь, можно тоже эмоции передавать? Просто все говорят то, что когда кричишь прямо вот на связках, то оно как-то эмоциональнее звучит. Нет, оно звучит круче, оно просто жирнее. Не звучит просто, ну, эмоциональнее. Блин, слушай, что-то там потемнело так у тебя. Может, чуть-чуть место где-то есть посветлее. Ну, сейчас я на улице тогда выйду. Фонарь какой-нибудь, я не знаю. Вообще на улице не переживай. Да, сейчас же темнеет-то ведь это быстро. После скрыта, после четырех. После зародки. Я-то, видишь, тебе написал, у тебя сколько, я хотел у тебя время-то узнать. Видишь, на два часа разница. Я-то думал, у тебя такое же время, как у меня. Да. Что у меня-то уже, видишь, уже за шесть. А, у тебя шесть, я понял. У меня просто по Москве. Вот, у меня-то не по Москве. Вот. Еще я хотел узнать у тебя, типа, у тебя есть какие-нибудь домашние животные? Бабушки с дедушкой? Или каких животных ты любишь? Котом, кошки. Люблю кошек. Кошки. Да, за ними не надо ухаживать, так же, с собаками, да. Ага. Если что, ну, у нас кошка, как она у нас, может просто, ну, я как бы на улицу пускаю. Я, типа, поживу в таком. Ага. Вот это и есть ваш дом, да? Ага, ясно. Да, да, случайно. Дом похоже на домик в деревне такой. Ладно. Так, если могу. Так, вот еще это, допустим, ты говоришь, что ты зависал с друзьями, вот там, где у барабанщика, на студии. Какую еду вы там вообще, чем питаешься, что любишь поесть? Вы заказывали себе, получается, туда, что ли, на студию? О, нет. Короче, мы как, в студии от барабанщика, в принципе, нелегко, мы туда доходили пешком. И по пути я всегда брался. Урму, короче. Ага. Четыре дня за судьбу. То есть ты пять месяцев питался только шаурмой? Пять месяцев. Смотри, как я, ну, до записи этого видео, собственно, до записи самого интервью, ну, мы пообщем так бы. Вот, и там я сказал, что пять месяцев я проживал у барабанщика, но как бы пять месяцев, это... Так, наверное, можно даже в декабре не брать. Четыре. Там я просто придумывал, придумывал сами композиции. Угу. Прям вот структуру, да, вот эту всю. Как он звучать? Нет, когда как? Начало я придумал барабаны, ну, типа, просто брал гитару, что-то придумывал. По факту я не гитарист, но, типа, немножечко умею все делать. Угу. Вот. Ну, где-то там сначала синтезатор пропишу, какую-то мелодию у меня уже в голове засеет, я сам себе голосовуху запишу. Или что-то там мумыкаю, такой, типа, тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун, что-то такое. Вот, и делал. Главное, это просто, ну, секрет секретности, короче, секрет успеха, это просто, ну, короче, ты берешь и делаешь, и все. Просто, то есть, пришла идея в голову, и ты сразу ее куда-нибудь отложил и сделал. Да. А вы, получается, как вот, допустим, вы прям вживую записываете все эти барабаны, гитару, или все-таки какие-то электронные есть эти инструменты? Смотри, ну, придумываешь у меня что-то за BFL Studio, я все здесь пишу, гитару, ну, звук настоящий, басуху я прописывал электронные, барабаны тоже. Сейчас мы все это, ну, именно уже записываем, из демок мы это переводим уже, ну, полноценные треки, барабаны, бас, гитара, вокал, соответственно, все записывается на студии сейчас. Ну, сейчас у нас записи именно идет, потому что процесс додумывания треков уже, по факту, закончился. И из электроники, да, вся электроника там, по факту, уже, ну, из BFL Studio прописана, там, в Nexus я что-то наруливал. Ага. То есть вы, получается, музыку в BFL Studio пишете? То есть в BFL-ке это все. И получается, потом отдаете на сведение кому-то? Нет, нет, смотри, еще раз. Демки все придумывались в BFL Studio, все остальное сейчас делается на записи в студии. То есть это, получается, не вы сами обрабатываете, сводите, а вы отдаете на сведение уже другому звукарю, который делает прям вот такой звук хороший. Да. А почему вы не хотите именно сами, допустим, сделать такое звучание, которое хотите? Ну, у меня хоть есть какие-то там предпосылки к сведению и так далее. Но все равно, типа, лучше отдать тому, кто... Да, конечно. Вот, еще там некоторые у тебя, ну, меня спрашивали, тоже хотели бы задать тебе вопрос. Знаком ли ты вот с этим, может, знаешь его, Лео с Hellscream, который вокалу-то учит? Ну, да. Ты знаком с ним, как-то пересекался? Лично незнаком. Незнаком. А что вообще вот думаешь о том, как он преподает, вот его советы? Что-нибудь использовал из его? Не знаю, я не знаю, честно. У меня по нему мнения нет, потому что я с ним лично не знаком. Могу только там его видос посмотреть. Короче, я не знаю. Короче, какой-то видос, когда я его видел, у меня, знаешь, все дико бомбануло реально. С чего? Ну, такая же толстовка, как у меня. Лоу. А, это, слушай, это вот та толстовка, которая у него... Часто она в этих, во влогах. Да, 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 да. Меня, короче, дико бомбануло. Я такой думаю, блин, чё? Чё мы проехали? Сейчас я валю. Потому что, когда я смотрел его уроки, мне... Потому что я когда начинал... У меня же вообще ведь, типа, я вот когда первый раз попробовал покричать, я же просто, типа, крикнул на срыв. И я думал, вот, так и надо правильно делать. А потом мне что-то... Я почувствовал, что это, ну, некомфортно. Я, типа, полез искать, вот, нашёл его канал, и он, типа, там, сказал такую вещь, типа, вот, допустим, если ты кричишь, и тебе, ну, некомфортно, типа, больно, то, значит, что-то ты неправильно делаешь. Я, типа, нашёл такую позицию, при которой у меня вот сейчас мои крики, может, ну, ты слышал там какие-то ковера, вот. При которых, то есть, я вообще не напрягаюсь, и, то есть, спокойно могу вот так вот, типа, выкрикивать что-то. То есть, мне вот этот свет, он прям, не знаешь, так глаза открыл, такой, типа, господи. Не, ну, это, типа, знаешь, самое простоещее, которое можно сказать, типа, ну, если тебе не больно, то, как бы, всё хорошо. Ну, это, ну, как бы, это истина, это всё гениальное. То есть, получается, ты, когда тоже кричишь, то есть, ты не испытываешь никакого дискомфорта? Ну, больше нет. Раньше сначала я орал как? В 14 лет я начал орать просто на связках, потом я, скажем, через год или через некоторое время нашёл... Нашёл, короче, удобную позицию, в которую я сейчас в лайвы все вывожу. Вот. И, ну, недавно, да, ну, короче, во время записи альбома, я когда начал кричить группу Architects, мою любимую группу, вот, короче, там, короче, орёт по большей части на связках, и орёт он в нот. Типа, более это выразительно слышно. И тогда я начал ещё опять заново орать на связках, и мне такой звук даже больше нравится. То есть, всё-таки в плане эмоций, всё-таки связки, они как-то лучше звучат. Да, да, да. А вот как ты считаешь, вот, допустим, даже взять вот ситуацию с группой Bring Me The Horizon, да, у которых там на записи просто всё шикарно, ну, прям узлом-узлом. Люди приходят на концерт, и что они слышат? Там этот Дональд Даг, вот этот писк. Это отдельный вид искусства, короче, эти лайвы Bring'ов, это просто что-то. Это просто что-то. Я реально кайфую, когда я смотрю их лайвы. Это, типа, господи, да. Это как будто, знаешь, ну, это просто, ну, шоу, люди приходят просто повеселиться. Не, ну, смотри, как бы, послушать музыку, ну, именно инструментал и вокал их клавишника, это, типа, ну, клёво. Ну, по факту, халтуру делает полную, я считаю, Оливер, потому что, типа, недавно они делали, короче, видос, ну, точнее, не видос, а выступали, типа, с песнями с первого альбома, там, типа, мидли сделали, да? Короче, вот, типа, там лайков дофига стоит, там, ну, дизлайков, там, процентов, наверное, два. И, короче, считаю комментарии, и, короче, люди пишут, то, что это для тех, кто говорит, что Оливер больше не умеет скринить, я такой, блядь, что за тобой, блядь, это же, похоже, дерьмо. Это вот, который, Live Wundervur, вот эта песня у них новая вышла, да? Wundervur Life или чё-то там. Не помню, не помню. Ну, короче, чё-то там, я не слышу сейчас уже блингов, я их с Сэм протянула больше. Ну, я знаю песню Drown, а с этого, с Best Desperate тоже там пару треков знаю, которые там выходили. Но в лайвах это всё не очень качественно получится, я считаю, что это халтура. То есть просто они делают концерты, чтобы, потому что люди ходят? Не, ну, люди ходят, да, почему-то, как бы, нет. Почему? Вот как думаешь, почему людям всё равно нравится? Это же, ну, просто откроется, слышно, что, ну, это лажа. Я не знаю, я не знаю. Это, видимо, ну... Знаешь, учитывая то, что, ну, некоторые слышат лайфы, пишут такие комментарии, типа, что вот он может скримить, а у тебя, что это не так, ну, может, ребят просто нифига не понимают, и ничего не слышат. Скорее всего, да. То есть, типа, человек слышит что-то приблизительно похожее, но нет... Либо же, смотри, либо они являются мейнстримом в... Ну, они же где выступают? В этом... UK. Ой, да они же там вообще прям... Там их просто мейнстримом, поэтому и ходят на них. Просто мне всегда казалось, когда ты слушаешь песню, да, вот какую-нибудь студийку, то, приходя на концерт, ты должен вот услышать то же самое. Услышать не хуже. Ну, не хуже, в покаянии. Да, ну, или хотя бы не хуже, или, ну, хотя бы что-то примерно похоже. А вот смотришь их лайвы и понимаешь, что что-то здесь... Ну, опять-таки, у них клавишник все вывозит, в принципе. Да, вот клавишник, кстати, тоже недавно там был разбор по партиям, какого-то трека, по-моему, Doomhead. И то есть там две партии Оли, остальные все 50 партий, это клавишник. Да, ну, по-моему, я видел что-то такое. И то есть клавишник просто вот серьезно, он поет и все вот это делает очень прям хорошо. Ну да, но он помогет, к тому же ему не надо прыгать по сцене, там, типа, это вокальная позиция опять. А вот ты бы смог вот так же вот выйти и вот так лажать? Не, ну, смотри... Если бы на тебя ходило, допустим... У меня телефон, телефон сел, телефон сел. Сейчас я подожди. Так, 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 да, мы возвращаемся к вопросу о качестве лайвов. У нас тут внезапная остановка записи. Мы возвращаемся к нашему... Да, давай. Короче, возвращаясь к качеству лайвов, блин, мне кажется, Сайкс просто не уважает себя и своих слушателей. То есть все-таки... Он не может. Я бы такое себе не позволил. Я лично уважаю людей, которые приходят на концерты, типа, это реально достойно, блин, как-нибудь. Они заплатили деньги за шоу. Не, ну, они заплатили деньги за шоу. Они его получили. Ну, смотри, какое шоу, какое качество. Ну, хорошо, вот. Что думаешь вообще вот о ситуации, которая сейчас происходит с этим... С авторским правом, короче, что на Ютубе и везде... Это просто вот боль. У меня вот, если кто не знает, у меня, короче, Страйк сейчас на канале висит. Просто за какой-то маленький отрывочек, вот, я там использовал АМВ, и просто за маленький, за 5-6 секунд мне просто кинули жалобу, и все, у меня теперь на канале висит этот Страйк. Моим друзьям тоже кидали, и за музыку также каналы выпиливали, и за какие-то, я не знаю, фрагменты, которые используются там по 10-15 секунд. То есть, я помню, когда я только начинал, не было вот такого, что просто за все подряд хватали. Теперь мне стало страшно. Короче, у меня, у меня такие права, кидаются на любой кавер на Lil' Пипа, на кавер на Джо Ди, на две песни, на Скарлорда, на Брэнна, на Сэвэджи, там ничего не дропалось пока. И, короче, на Give Me The Lut мне дали, короче, ограничение по этим, по возрасту. Я такой, типа, что за хрень, типа... А на оригинале нету. Ставьте внимание, я, короче, пишу, как бы, типа, этого апелляция, там уже можно подать. Типа, ребята, за что, типа, вы мне дали эту фигню? Ну, типа, я просто реально спросил, отправил, короче, это, короче, сделаю. По итогу ее сняли. Не, ограничение по возрасту мне поставили еще на Hell is a Nerf, потому что там охраняющие кадры просто есть, типа, у Скарлорда самого, типа, этот видеоряд забанили нафиг, потому что там, типа, вообще трешка ходит там. Да, 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 видел. Включеных и прочее там такое, короче, лютое. Так что... Ну, YouTube сейчас, на самом деле, фишка какой-то крайний стал, типа, я не знаю, с Кипрова начали, типа, реально, долбить. И ведь, при чем, смотри, какая ситуация-то? Они, допустим, они ведь могут, допустим, забирать, допустим, монетизацию, да, там, еще как-то. Но, они ведь берут и, допустим, банят каналы. И, типа, вопрос-то, зачем они это делают, если, допустим, вот эти же, те же люди, которые делают контент, они же тем образом продвигают, типа, да, заберите в эту монетизацию. Зачем они каналы вот так банят просто пачками? Да, это у YouTube-а спросить. Вот я помню, раньше такого вообще не было. Раньше было все такое спокойное. Ты просто указываешь авторов в описании, в названии, и все, к тебе никаких претензий. Не как-то, не помню, какую камеру укладывал, но я, типа, сделал это самое, там же есть, типа, лицензия YouTube, там есть, типа, стандартный, Creative Commons, как называется, указан. Я хотел на Covered LP указать, типа, я, хрен тебе, типа, не поменял. Короче, когда я только начал заниматься форумом, мне было интересно, что ему смогут, там, я мой медитизировать, там, видосы, и получать. А, по итогу, фишка в том, что YouTube как бы не банит, ну, точнее, не кидает тебе страйк, ну, или, в принципе, авторские права, типа, на ролик, просто потому, что ты делаешь на него либо обзор, либо ремиксишь его, но по факту, как это, русское является, ну, на мой счет, обычным ремиксом, хотя я ремиксы, вижу, что-то, мы с ней троним, на обзорку, как-нибудь. Ага, что-то ты сейчас вообще пропал, дико, прям люто пропал. А, так вот, что там, начнем, короче, мы остановились. Так, мы закончили на том, что, короче, что ты посоветуешь, вот, начинающим группам? Типа, с чего начинать? Я бы посоветовал, ну, чтобы сыграться, сначала поиграть каверы вместе, потом уже, ну, именно сразу начать записывать все материалы. Именно с этого. Это может делать один человек, может сейчас несколько человек, но лучше это делать всегда одному человеку. Еще хотел вам посоветовать, на самом деле, типа, будьте готовы, ну, типа, не только играть музыку, но и заниматься там группой ВКонтакте, писать организаторам, выступления обязательно, где-то у них там. Такие пироги. А вот, у вашей группы есть клипы какие-нибудь? Вы снимали или нет еще? Нет, есть пока только лирик-видео, там, на песню Follow the Dream, и пока что все. Но вы планируете в будущем, клипы? Планирую, конечно, конечно, конечно. А вот, как думаешь, реально ли снять, допустим, клип, вот, чтобы вообще не вкладываться, вот просто ноль рублей, сами будете снимать? Все возможно, возможно даже сделать качественно, но по большей части, скорее всего, это будет, ну, в 80% случаях, мне кажется, даже в 85% будет колхоз какой-то. Ну, это... То есть все-таки лучше найти прям грамотного оператора, монтажера? Люди, операторы, да, конечно. Но если кто-то из группы может этим заниматься, то вообще это клево. А у вас есть такие люди в группе? Ну, я, например, видео умею делать. То есть монтаж, в принципе, смонтировать, ты если что сможешь? Ну, да. А оборудования у вас пока на данный момент нету такого, чтобы сделать какие-то клипы? Нет, у нас есть фотограф, Женька, она у нас клево снимает, но по видео она так, типа, бэкстрейджики пока. Ну, у нее, я уверен, есть знакомые, которые занимаются уже именно съемкой видео. Что это, проблема. Сейчас, кстати, пока вот ты переходил на улицу, послушал кавер на этот, на Six Feet, что-то вообще прям так-то годно. Как ты вот вообще, вот недавно тебе, кстати, писал мой переводчик, ты говорил то, что сам переводишь. Как ты вообще подходишь к переводу песен? Допустим, ты нашел на английском, как ты рифмуешь? Ну, я открываю текст английский, на всякий случай открываю переводчик, потому что я не все слова, к сожалению, знаю на английском языке, но по факту я сажусь, ну, одеваю наушники, слушаю музыку и по строчке, например, начинаю, ну, типа, задрачивать одну строчку, попали строчек, чтобы более-менее рифмовалось, как-то, и по смыслу. Ну и все. Чтобы просто можно было это пропеть? Да, чтобы все именно подходило под темп песни, то есть, каждое слово ложилось в слово, ну, точнее, строчка в строчку в оригинале ложилось. Ну, кстати, неплохо реально получается, потому что вот сейчас послушал этот Six Feet, это же реально прям, прям вот... Ну, Six Feet, это самый первый опыт, короче, у меня самый... Короче, у меня есть кавер, который я больше всего ненавижу, короче, это кавер на Brandon Savage, Look at Me, который я начал, ну, условно, после Six Feet, это первый, который я именно начал уже делать написание кавера на русском, но он такой-то не особо клевый получился, потому что его можно, в принципе взять за первый опыт, типа Six Feet мне как-то показался, что ли, я не знаю, больше времени. мне он сейчас понравился, сейчас решил, послушать, мне прям он понравился. И, то есть, ты вот зачем гонишься, за дословностью перевода, или чтобы просто тупо посыл песни передать? Нет, ну, лучше, конечно, дословно перевести, ну, в принципе, знаешь, на три стула не сядешь, короче, потому что обязательно в комментариях то, что, блин, тут типа перевод другой абсолютно, там, да-да-да, вот мне постоянно такие пишут. Кто-то пишет, что там вообще рифмы нету, то есть, ну, тут надо и рифму, и смысл передать и все сразу, но я стараюсь какую-то середину златру находить, чтобы мы включить, но основу я беру обязательно то, что надо, ну, чтобы не по темпу, ну, точнее, все, чтобы входило в строчки, как в оригинале, типа, тот же bother me, tell me awful things, типа, вот это вот, оно там, типа, зашло, раздражай, беси меня, типа, а то есть, у тебя нету вот такого, у нас просто, тут идет локальный конфликт двух переводчиков, один считает то, что глагол это плохо, а другой топит за больше лирику, какой-то, знаешь, от себя тяны, вообще без разницы, считаешь? Каждый видит по-своему, типа, возможно, и тот, и тот вариант, они, типа, оба огненные, но, типа, я почему все делаю один, потому что мне никто не скажет, что, типа, сделал какую-то херню, сделай, типа, здесь так, как я тебе предложу сейчас, ну, не знаю, мне, типа, комфортнее работать одному. Ну, мне, типа, допустим, сейчас вот мне делают перевод, если мне что-то не нравится, я прямо на записи меняю слово, и все, потому что, когда я начинал, я вот, у меня был трек Far Away, Michael Back, и я такой, я хотел эту песню спеть, но на нее вообще, вот, я такой, ну, не знаю, как вот перевести, как это зарифмовать, и я сделал вообще какую-то, знаешь, от себя тяну, там текст из Far Away далеко превратился в ты прохожий, идешь куда-то далеко по дороге, но он, кстати, он так неплохо начал заходить, набирать, и то есть, никто даже на перевод не жалился, все думали то, что это и есть перевод, и сейчас все понимают то, что это просто как от себя, Дина, вот. прикольно, у меня прикольно, у тебя, по-моему, даже голос-то чуть повыше был, как бы у меня по ощущениям сложилось. Ну, тогда, да, я как-то еще так немножко пел, как бы не так, как сейчас, потому что, когда я начинал, у меня как-то какое-то, знаешь, прям умение было, то есть, не было такой вот именно в плане эмоциональной подачи, потому что, когда вот я выпустил этот хавер на Star Set My Demons, мне все стали писать, типа, то, что у тебя нет эмоций, 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 и все, я сразу же, типа, начал исправлять, но по итогу, вот, что бы я вот сейчас не выпустил, оно, просто оно не хайпует, как вот этот My Demons, и вот ты вот, как ты думаешь, что мне надо записать такое, чтобы оно вот зашло прям лучше, чем старое? сейчас, не знаю, блин, вообще не знаю, делаю то, что тебе нравится. Ты, получается, вот, когда делал ковернского лужина, он тебе реально, то есть нравился. Да, ну, мне как бы сейчас тоже вкатывает. Единственное, что мне жалко, то, что он сейчас уже ничего именно нового не внесет, типа, опять же, танцульки, да, клипы, клипы, однообразные. Типа, в зимней курке, потому что сейчас зима, и все. Ну, да, у него, кстати, вот это есть такое, то, что он как бы выезжает вот на одном, то что у него. Он нашел формулу, типа, и придерживается ее. Пока что, вот пока у него это прет. Потому что многие говорят, вот скоро вдруг он, короче, возьмет и начнет, знаешь, такой лирический автотюн писать. Не знаю. Не, ну, уже пытался, мне кажется, он уже изменился в эту сторону, возможно, он потом начнет экспериментом учить, возможно, даже с чистым вокалом. Думаю, будет интересно, если он так сделает. Потому что я слушал его старое творчество, там у него был трек что-то, I'm Damage, просто вот без всякого скрима и вполне себе нормально. То есть нету как бы такого то, что прям, то есть даже без скрима он как бы читает это нормально, только проблема-то в том, что это никому не нужно было на тот момент времени. Ну, потому что рынок был занят, считай, ну, типа, конкуренция, что такое. И он сделал вот этот хёрт-атак, я помню, когда это было, мне его друг скинул из колледжа, я такой решил посмотреть, мне сначала первые секунды, думал, что это вообще за чушь, но потом я решил все-таки дослушать до того момента, где вот этот, типа, там, my fire name, что-то вот этот, крик вот этот вот. Да-да-да. И я такой, блин, вот как же круто. Я такой, я такой вспоминаю, я понимаю, что никто что-то вот подобное не делал. Я начал остальные треки слушать, мне прям, именно вот за счет этого меня и зацепило это. А вот смотри, как ты вообще вот относишься вот к тому, что, типа, вот к таким советам, то, что вокалистам там нельзя пить, курить, вот, отношение как к этому. Не, ну, конечно, это все влияет на голос, типа, и лучше этими заниматься. Не забудьте, вставить у нас вчера ролик дисклеймер, в этом ролике будет курение. Ладно. А то еще, а то еще мне, кинут, короче, 18+. А это ведь вот серьезно, вот многие будут смеяться, а так ведь и бывает? Так вот прям берут, кидают. Ну, типа, нет, конечно, вредит, типа, но, ну, есть иногда, конечно, полезные свойства, например, ну, я, конечно, пока не пользовался, но, типа, ты пьешь, там, коньяк какой-нибудь, да, или настойку чистый, стопку попиваю, чтобы там связки разогреть. То есть это помогает, типа, перед сценой? Ну, да, ну, я, допустим, лично, я вот только, там, Red Bull выпиваю, там, и сигареты, там, выкурить. То же самое. Знаешь, это, типа, момент, когда, типа, ну, там, сегодня, допустим, концерт у тебя, и ты такой, ой, сейчас как, я поиск-концерт, там, нажерусь, там, да, и такой, весь заебанный, боюсь, что, кто-то будет варить, то же самое. Но главное, высыпаться. И то есть, ты не думаешь завязывать, вот, то, что с курением-то? Ну, я думаю, сейчас перейти на Айкос, потому что там нет этой. То есть ты чувствуешь, что это, как бы, тебе мешает? Ну, я, типа, кашляю, да, типа, то, что это фигня, но все равно, ни к чему хорошему, мне это не привозит. Это все бывает. Вообще, человек предположен, предположен, предрасположен, предположен к саморазрушению и философии. Да, философия пришла, так что вот, вывод не надо этим. Просто многие, знаешь, идет такое мнение, что, допустим, чтобы звучать брутально, нужно там по 10 пачек в день. Вот это вот. Есть замечательный пример, называется Дэнни Варсноб, который сидел на чем-то плотно, который бухал every day, который в итоге был кикнут из Аскинов, именно кикнут. Да, 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 что вот за эти в туре, которые в тубусе там. Если, короче, послушать первый альбом, там, ну, слышишь, типа, такой чистый прям голос, прям. А если послушать там последний альбом с Дэнни, тот, типа, ебать. Это еще вот его называют бомж-вокал. Да, 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 мы когда записываемся, типа, это, Саша, такой, так, сейчас чистенько спою, сейчас будет бомж-вокал, там, с хрипотцой, совсем. То есть это вот именно сам факт того, что он просто взял и сам угробил вот так свой голос, получается. Конечно, конечно. То есть если бы он этим не злоупотреблял, то у него бы как был вот такой чистенький голос на первом, так бы и остался. Я бы не дам. Ну, что ж, я думаю, можно, в принципе, закругляться. Не знаю, если у вас, ребята, есть в комментариях какие-то вопросы, можете их задавать, я на все отвечу, что-нибудь там передам тоже, вот, в личку лично, вот, если будут какие-то вопросы, вот, можете оставлять их. Пишите свое мнение по поводу всех, на счет чего, что мы болтали. Также можете в комментариях написать, у кого мне, у следующего взять интервью, потому что я уже взял у раз, два, у троих человек, вот, я уже прям это, знаешь, такую рубрику на канал делаю, чтобы потихоньку. Интересно, потому что. Да, 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 потому что, типа, как, вот первый человек у меня был, это вообще был игровой канал, второй это был Вечный, может быть, ты его знаешь, типа, Вечный. Да, там, у меня надолго не хватило, меня слепило. Вот, вот я у него взял интервью, и сейчас у тебя, считай, что, что-то мне кажется, у тебя сейчас вообще прям, все, попрет. Ну, надеюсь. Вот, так что желаю тебе удачи, все, ждем нового альбома, ждем в туре, и все. Я так, ты, вот, кстати, у тебя там на картинке, вот на это, где адепт, вот это все, типа, написано, в Екатеринбурге будете, да, получается, выступать? Да, Екатеринбурге будет там. А как вообще, вот, организатор определяет вот эти города, список городов, которые вы должны посетить? Я так понимаю, все зависит от хедлайнера, типа, они такие, типа, вот у нас срок, там будет две недели, типа, мы сможем быть в России, и там уже родственные города, в которых более-менее нормальные площадки, в которых, возможно, у них уже, типа, есть связи, ну, типа, проверенные клубы, и все делаю там, типа. Это получается, вы будете с ними в одном автобусе ехать, или как? Ну, планируется, да, одни автобусы, одни отели, все сразу. прикольно. То есть, вы можете с ними прям лично, в принципе, пообщаться? Ну, да, я думаю, после шоу обязательно выйдем. После какого-нибудь, после тура, наверное, скорее всего. Да, вы там порасспрашиваете у них прям вообще поподробнее, можно же прям это. Мне кажется, мне кажется, им даже, наверное, ваше музло понравится, скорее всего. Потому что у вас прям так близкое что-то. Без, если бы, короче, ну, как бы, ну, я не знаю, я бы, если бы был орган, я бы, ну, так всегда делался, и в нашем случае то же самое, то, что, типа, скидывается и хедлайнер в наши треки, он, типа, их слушает уже, даже умеет, типа, хочет ли он таких-то ребят поставить, разогрев или нет. Ну, либо же есть, там, допустим, моменты, когда хедлайнер сам выбирает, типа, вот эти вот ребята будут нас разогревать, и никто, типа, там, типа, так же, вот с адептами, и, там, друзьяшки, они тоже будут разогревать. Они пилят тяжелый музляк, там, джент, что-то, крики вообще лютые. Мелодики будут и красиво подачат. А вот, кстати, не считаешь то, что, допустим, в России русские коллективы, какое-то к ним особое отношение, в отличие от зарубежных? Нету такого? Да, можно взять пример с тем же Варснопом, который должен был приехать в Питер, но не смог, типа, потому что он... Ему визу не дали вроде, что-то якобы. Он просто ублюд, я считаю. Типа, то есть он кинул? Ну, по факту, да, там, сложная ситуация. Короче, Варснопа отфигачился, хедлайнера нету, типа, орги такие, ну, приходите там, поддержите русские группы, и все такие, ребят, давайте-ка вы нам билет просто вернете. Вот, видишь, типа, на русские группы никто почему-то не хочет идти. Это все зависит от аудитории, потому что просто, ну, просто, просто потому что. А вот если вы, допустим, выйдете на сцену и будете делать вид, что вы западная группа, будете на английском кричать, там, hello Moscow, are you ready? Вот это вот все. Создастся ли такое впечатление, что вы, типа, западная? Ну, если человек, который, типа, пришел на концерт, он даже не смотрел, типа, кто будет там. Да, допустим, вас не знают. Вы сможете сделать такое ощущение, что вы прям вообще вот западная, и они скажут, блин, вот эти ребята, надо их послушать. Не, надо просто делать годно. Типа, когда ты слушаешь вживую, типа, ты там, только там, понимаешь, это все очень клево. И ты уже хочешь послушать потом студийки? Ну, когда как. Я, допустим, когда шел на Архитектора, с того числа, там была группа рубежей, я там что-то включил, но меня опять же надолго не хватило, просто потому что, ну, я такое не слушаю, типа, не мое, короче. Не так технично, как я люблю, короче. Ладно, ясно. Ну, все тогда, думаю, на этом можно заканчивать. Ссылку я на твой канал, на твою группу, тоже оставлю в описании. Подписывайтесь, все, всем передавайте там привет. Вот, ну и удачи, спасибо за интервью. Тебе спасибо. Давай. Давай. О, я думал, у меня сейчас телефон разрядится. Опять. О чем, плохо зарядку держит?